Всем привет! Меня зовут Алена. Я учитель в прошлом, блогер и эксперт по монетизации YouTube в настоящем. И год назад я сделала операцию лазерной коррекции зрения LASIK. И если вы на меня подписаны, то вы скорее всего видели это видео. Если нет, то вот видео сразу после коррекции вы можете посмотреть здесь. Ну а сегодня, исходя из названия и обложки этого видео, я думаю, вы понимаете, о чём пойдёт речь. Речь пойдёт о том, что я вообще в очень-очень-очень неприятном шоке. Я была к такому не готова. Я была не готова совершенно к тому, что уже через год так быстро результат откатится назад. Операцию я сделала год назад, 7 сентября 2023 года. На момент операции у меня было зрение минус 4,5 на обоих глазах. И, конечно, сразу после операции у меня стало зрение единицы. Я офигела от того, как я вижу, сколько всего я раньше не замечала. И от того, как вообще-то прекрасно жить без очков, без линз, без мороки. Вот это лишний. И о том, что это стоит вообще абсолютно небольших денег. О том, что это делается так быстро. От того, что уже там буквально через 5 часов после операции я видела всё кристально чисто. И вообще не было никаких побочек, никаких последствий. И сейчас, на октябрь 2024 год, у меня зрение упало на 0,9%. То есть у меня сейчас зрение минус 0,9. На обоих глазах там с разницей в сотой диоптрии. Ну, где-то 0,8, где-то 0,9. И на самом деле я такого вообще не ожидала. Я не ожидала, что у меня так мало времени. Я не ожидала, что это случится так быстро. Я думала, что мне хотя бы лет, не знаю, там 5, 7, 10. Ну, знаете ли, хотя бы до родов это продержится, как минимум. Да, там то, что везде все пугают, что там в роды падает зрение. Что хотя бы так. Но уже есть как есть. Я в какой-то степени виню себя за то, что я забила на походы к врачу. Я честно в этом признаюсь. И я понимаю, что, может быть, в этом тоже мой большой косяк. Но это правда мой большой косяк. И действительно, от того, что я вот так себя повела, от того, что я перестала ходить на консультации после... Получается, 2 месяца после операции прошло, я больше не ходила. То есть, смотрите, я пошла на следующий день после операции, потом через неделю после операции, через месяц после операции. Я узнала, что у меня все хорошо. Даже через месяц, представляете, все. И я перестала туда ходить. Я знала, что надо было прийти через 3 месяца, через полгода и через год. То есть, я пропустила 2 вот эти важные консультации, где доктор мог бы отследить то, что у меня падает зрение, и назначить терапию сразу. Но я забила, и это ужасно. Не забивайте никогда, если вам доктор говорит, что вам надо ходить. Тем более, это было бесплатно. Это даже было бесплатно, понимаете? Это включено все в стоимость операции, вот этот вот год бесплатных осмотров. И я, когда пошла к врачу... Вообще, почему я пошла? Потому что был год, и я 1 год хотела пойти провериться, как у меня там дела. Но еще и потому, что ко мне приехали сестры, а у них минус, там, минус 1, минус 1,5 зрения. И я чуть-чуть, знаете, до их приезда понимала, что вот как-то я уже чуть-чуть начинаю щуриться, думаю, ну блин, ну там на парочку сотых диоптрий упало, ничего страшного. А тут я просто надеваю их очки. И я просто в шоке смотрю и понимаю, что вот, вот как я видела после операции. Вот что было до. И я такая думаю, блин, это у меня что-то настолько зрение упало. И когда я пошла к врачу, когда я понимаю, что я не вижу, что мне листают, что мне делают их больше, у меня уже внутри там было все вот так. И я прихожу к доктору, он говорит, ну да, минус 0,9, нужна терапия поддерживающая. Назначил мне месяц через месяц капать и рефрин, и капать тауфон, по-моему, так называется. Я посмотрю, потом на монтаже вставлю. И, в общем, я вот сейчас это делаю. Месяц я капала, сейчас будет перерыв. Потом еще месяц капать. И, возможно, вернется, да, там хотя бы будет минус 0,5. Но я как-то, знаете, мне так грустно, так больно и обидно от вот этих ожиданий, с которыми я была, что я делаю эту операцию, что как будто это хотя бы лет на 5. И что хотя бы там лет на 5 купить себе хорошее зрение. Почему нет? Ну то, что это продлилось всего год, я так грущу, потому что я уже понимаю, что вот уже, знаете, уже вдаль вот хочется поприщуриться. Конечно, я понимаю, что я вижу лучше там, чем мой муж, у которого минус 2,5, минус 3. Даже в очках вот он идет. И там машину, номер машины, я вижу. Он даже в очках не видит. Ну то здесь к нему вопросики, да, надо очки ему поменять. И очень много вот этого грусти от вот этих ожиданий, которые были, и от этого чувства вины, потому что в этом виновата только я. Потому что, конечно, я, так как я блогер, да, я работаю в телефоне. 100% моего заработка он с блога. И, конечно, я много сижу в телефоне, у меня экранного времени там бывает 8, 10, 12 часов. Да, это только на телефоне, сколько я еще сижу в ноутбуке. И, конечно, это все сказывается на зрении. Но я не думала, что настолько. Я не думала, что это случится так быстро. Что буду делать дальше? Я дальше буду проходить вот эту вот терапию через месяц, который он мне сказал. Через три месяца. Ну вот, да, получается, через два цикла я пойду еще раз туда схожу и уже узнаю, что, как у меня вообще дела. Может быть, мне нужно сделать докоррекцию. Может быть, мне нужно сделать остановку падения зрения. Там как-то это делают, а потом сделать докоррекцию. Не знаю. Может быть, я дотерплю до родов. Пусть упадет еще до конца. Да, там, рожу когда-нибудь и уже потом пойду на докоррекцию. Но грустно, пиздец. Вы не представляете. И вот в который раз говорю про чувство вины, и оно у меня прям гложет, огнетет, что я не проследила, что я не следила за экраном времени, что я засыпаю, блин, с этим сраным телефоном и просыпаюсь с этим сраным телефоном. И хочется уйти от этого, но не получается. И когда ты в этом работаешь, во всем, когда 100% твоих денег — это телефон, и то очень сложно себя разделять, очень сложно запретить себе туда заходить, потому что кажется, что там что-то важное. Спойлер, там обычно нет ничего важного после 21 часа. Поэтому надо по-хорошему брать и выключать телефон. Или вот сейчас я последние два дня стала его просто не брать с собой в комнату, когда я сплю, поставляю его в зале на зарядке, и все. И утром, соответственно, тоже не первым делом в телефоне. Сначала завтрак, все дела, а потом уже рабочие процессы. Это как бы и для головы делает лучше, и для зрения, по всей видимости. У меня многие, знаете, спрашивали после операции, нет ли у меня сухости в глазах, нет ли у меня эффекта гала или там еще чего-то. Нет. У меня просто операция прошла идеально, сухость сохранялась там только, наверное, недели-две месяц, вот так плюс-минус. Я капала вот эти капли в глаза, а потом просто я их перестала капать, потому что они у меня перестали сушиться. И на самом деле это было так классно. Первые месяцы я даже была в шоке и в ужасе, что телефон не так хорошо не видит, как вижу я, телефон не может сфоткать так классно и четко, как это вижу я. А теперь все вернулось на круги своя. Конечно, это не минус четыре с половиной. Конечно, когда я сейчас надеваю свои очки старые, я понимаю, что, блин, это трэш, это ужас. Ну, так сильно у меня зрение не упало, конечно, и еще долго не упадет. Но сам факт того, что это случилось, очень расстраивает. Так, по поводу эффекта гала. Такого у меня тоже не было. Единственное, что я заметила, что я стала чуть хуже видеть в сумерках, и это типа окей, знаете, хочется, когда вот в сумерки и ночь, хочется надевать вот эти желтые теплые очки, чтобы просто немножечко вот этот свет, тень, чуть-чуть, чтобы тона различались. Потому что вот эта вот какая-то четкость и резкость, она, правда, немножечко пропала. Я очень переживаю, что будет дальше, что будет дальше с моим зрением. Восстановится, но не восстановится. Будет ли сильнее падать, или сейчас на этом этапе остановится. И злостно, пипец. Знаете, у меня еще такой доктор вообще неразговорчивый, дурацкий. От него ничего не добьешься. Он вроде как главврач этой больницы. Даже эти сами медсестры в регистратуре говорят о том, что вы у него спрашиваете, вы задаваете ему вопросы по три-четыре раза. Он так вот тогда ответит. Блин, зачем быть тогда таким доктором, если ты не любишь людей, если ты не любишь с ними общаться и коммуницировать? Может быть, он и очень хороший специалист, но и вообще ничего. То есть даже то, сколько у меня зрения, мне само у него пришлось спросить, он мне ни слова не сказал. Выделил вот так капельки. Говорит, вот принимайте, через два цикла приема приходите. Я говорю, а зрение-то у меня какое? Он говорит, минус 0,9. Говорит, это нормально, что падает. Будем поправлять. И ничего он мне не сказал, ни про очки, ни про линзы. Кстати, я погуглила, линзы после лазерной коррекции можно носить. Все-таки я думала, нельзя, потому что роговица повреждалась. Но можно после полугода. Вот полгода уже прошло. И потому что жизнь без линз, когда у тебя минус 4,5, я не представляю. Все равно там плавать, не плавать, летом солнечные очки. Все равно хочется линзы носить. Да, я уже об этом думаю, меня это бесит и пугает. Поэтому я это видео записываю, во-первых, для того, чтобы подытожить то, что было. Во-вторых, как предупреждение для вас, для тех, кто хочет пойти на эту лазерную коррекцию, чтобы вы знали, что, во-первых, так может сильно вернуться. Во-вторых, чтобы вы не забивали на те рекомендации, которые вам дают. У меня не было рекомендаций меньше сидеть в телефоне, но это как бы, блин, объективно 12 часов в телефоне, да, это отстой. Плюс не забивать на рекомендации вот этих вот консультаций и проверок зрения. Это реально важно, это реально очень нужно для того, чтобы отслеживать вот этот процесс. Но если вернуться к вопросу, жалею ли я о том, что я сделала год назад эту лазерную коррекцию, вообще нет. То есть у меня нету ни капельки сожаления, ни капли расстройства, что я это сделала, то, что я потратила там эти 46 тысяч. Потому что это офигенные деньги, это офигенная возможность хотя бы год видеть идеально. И даже то, что сейчас у меня минус 0,9, это все равно не 4,5. Я могу жить абсолютно вообще без каких-либо проблем, без очков, без линз. Я все вижу. И по сравнению с тем, что было, конечно, это колоссальная разница. Ну вот, есть как есть. Если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я с удовольствием буду отвечать. И если у вас есть опыт лазерной коррекции зрения, расскажите, как у вас, сколько прошло и упало ли зрение или так до сих пор и держится. Ну и при этом, пожалуйста, расскажите, сколько у вас экранного времени при ваших результатах. Потому что что-то мне подсказывает, что падает зрение или не падает. Оно вот как бы прямо пропорционально экранному времени в телефоне, который вы проводите. Потому что, блин, ну 12 часов это too much. Спасибо, что побыли со мной, подвели итоги. Потому что мне было очень важно действительно этим поделиться для вас же. И очень важно было поделиться этим для себя. Потому что то чувство сожаления, которое у меня есть, мне хочется хотя бы сделать пользу для кого-то другого и подсветить то, что на консультации ходить надо, капли капать надо и рекомендациям всем придерживаться надо. В общем, спасибо, что были со мной это видео. Мы увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Старайтесь быть к себе ближе и бережнее, судя по всему. Спасибо.